Здравствуйте, дорогие читатели! Соломбальская библиотека имени Бориса Викторовича Шергина приглашает вас поучаствовать в мастер-классе и изготовить своими руками разноцветного павлина. Павлин считается одной из самых красивых птиц в животном мире. Изящная, великолепная птица с шикарным хвостом никого не оставляет равнодушным. И очень много произведений посвящено этой удивительной птице. Иван Крылов, Михаил Плецковский, Николай Гумилев, Борис Житков, Грил Державин эти и многие другие писатели и поэты посвятили свои произведения замечательному павлину. И это чудо-птица вдохновляет своей красотой и красочным оперением на рукотворные творения, которые создаются с огромным желанием и удовольствием. И сегодня мы с вами изготовим замечательного разноцветного павлина в технике оригами. Что нам будет необходимо для изготовления павлина? Двухсторонняя цветная бумага, ножницы, клей, линейка, простой карандаш. Уважаемые читатели, цветовую гамму можете выбрать по своему усмотрению. Перед тем, как приступить к изготовлению нашего павлина, сделаем необходимые заготовки. Павлин будет состоять из двух частей. Это будет тело павлина и отдельно мы будем делать хвост. Итак, для изготовления тела павлина нам необходим квадрат, синий квадрат, 9 см на 9 см. Для изготовления хвоста нам нужны цветные прямоугольники 7 см на 9 см. Цветовую гамму можно выбрать по своему усмотрению. Итак, сначала мы будем изготовлять тело павлина в технике оригами. И для этого мы вначале будем использовать наш квадрат. И далее вам представлена пошаговая схема, как правильно сложить тело павлина. Итак, наше тело павлина готово. И с помощью фломастера мы рисуем глаз нашему павлину. Итак, далее мы будем делать хвост павлина. И для этого мы будем использовать разноцветные прямоугольники. Хвост у нас будет сборный, который мы будем соединять с помощью клея. Итак, берем первый прямоугольник и начинаем его складывать гармошкой. Итак, складываем каждый отдельный прямоугольник. Напомню, что цветовую гамму хвоста вы можете выбрать самостоятельно. Все прямоугольники у нас сложены гармошкой. И мы начинаем собирать хвост. Хвост павлина состоит из двух частей. В одной части собраны вместе три прямоугольника, сложенные гармошкой. И вторая часть тоже три прямоугольника, сложенные гармошкой. И с помощью клея мы их начинаем собирать вместе. Уважаемые читатели, мы с вами изготовили отдельные части павлина. И сейчас приступим к их сборке. Если кто-то хочет использовать павлина как подвеску, то для этого можно применить нить. В хвостовой части тела павлина мы с помощью клея фиксируем нить. Далее начинаем соединять тело павлина и хвостовые части, фиксируя их с помощью клея с правой и левой сторон. После этого мы склеиваем обе части хвоста по линии, в середине закрепляя нашу нить. Расправляем разноцветный хвост павлина. Наш павлин готов. Посмотрите, какой замечательный и красочный получился наш павлин. Продолжение следует...